Знаете, сколько откладывает среднестатистический человек? Нисколько. Вот почему он беден, хотя он и зарабатывает все больше и больше, но вы понимаете? Ему всю жизнь твердили, нужно поступить в университет, чтобы потом найти высокооплачиваемую работу, и тогда ты сможешь много зарабатывать, потому что он будет покупать много чего, пассивов, которые будут высасывать с него все больше и больше денег. Мой бедный папа всегда говорил, я заработаю больше, а богатый папа говорил, я больше оставлю. Большая разница, правда? Я бы сказал, огромная, особенно в долгосрочной перспективе. Главное, сколько ты откладываешь в эту корзину. Три копилки. У меня для вас есть одно упражнение, доказывающее, что разбогатеть может кто угодно. Когда я был маленьким, мой богатый папа дал мне три вот такие вот штучки. Как они называются? Копилки. Если вы хотите разбогатеть, вам нужно купить три такие копилки. Это все, что нужно, чтобы научиться думать, как богатый. Итак, вот первая копилка, вторая и третья. Одна для накоплений. Одна для инвестиций и одна для благотворительных средств. Отдавать очень важно. Приняв это решение сегодня, вы делаете выбор в пользу богатства. Вы можете сказать, это слишком просто. Но поймите, что ваше сегодня, это результат тех сегодня, которые были до него. Так что отложите один доллар сегодня и делайте так не один раз в неделю, а каждый божий день. То, чему вы учите свой мозг этим упражнениям, это думать, как богатый, думать, сколько вы сохраняете. Итак, давайте предположим, что на сегодня максимум, который вы можете позволить себе, с учетом вашей ужасной финансовой ситуации, это один доллар. Отлично. Понимаете, не важно, с какой суммой вы это делаете, важно, делаете ли вы это вообще. И я еще раз хочу сказать, что дело не в деньгах, дело в постоянстве усилий. Вот эти деньги никогда не тратятся. Вот эти деньги на приобретение активов. На них вы покупаете собственность, акции. Вы даже можете их потерять, если вдруг такое случится. А эти вы никогда не потеряете. Эти деньги вы отдаете на благотворительность, туда, куда считаете нужным. Я отдаю деньги на те благотворительные цели, которым, как мне кажется, необходимо мое участие, но на которые, к сожалению, у меня нет времени. Мой богатый папа отдавал деньги церкви, мой бедный папа ничего не отдавал. Он говорил, вот когда у меня самого будут деньги, тогда я их и буду отдавать. Поэтому он и оставался бедным. Я хочу отметить, что мой бедный папа верил в безопасность работы, а богатый папа в финансовую безопасность. Итак, как добиться финансовой независимости? Все просто. С помощью этих трех копилок. Это основа. Сбережения, инвестиции, благотворительность. Так начинается путь к финансовой безопасности. Нужно начать с этого. Я начинал именно так. Понимаете, мне это нравилось. Нравилось быть богатым.